Александр Терентьев, лыжник из Ненецкого автономного округа, стал чемпионом России, выиграв спринтерскую гонку в коньковом стиле. Ну и плюс ко всему Терентьев, он чистый спринтер, то есть он это доказывал уже не единожды. И в основном результат спринта делается все-таки на финишной прямой. Ну вот, скажем так, Александр Терентьев сделал сегодня все максимально правильно. 26 марта в Сыктывкаре состоялись финальные забеги мужского спринта свободным стилем в рамках чемпионата России 2022 по лыжным гонкам. Его победителем стал бронзовый призер Олимпиады 2022 в этом виде Александр Терентьев. Второе место заевал трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов. Третье – Денис Филимонов. С начала старта финального забега лидировал на трассе Александр Большунов. Спортсмен представляет Архангельскую область. Спортсмен из Ненецкого автономного округа Александр Терентьев буквально вырвал у него победу на финишной прямой. И Терентьев выходит на параллельную. Филимонов все три коридора заняты и очень плотно они идут. Терентьев чуть-чуть впереди. Терентьев выиграет, да. Терентьев чуть-чуть впереди, а Филимонов и Большунов нам только фотофиниш покажут. Но с этого ракурса было не видно, кто из них впереди. Александра Терентьева поздравляем с победой в этой гонке. Действительно, результаты в лыжном спринте, как правило, решаются на финише. Отставание Большунова от лидера всего 0,35 секунды. Денис Филимонов, спортсмен из Татарстана, уступил 0,47. 22-летний Терентьев также выиграл спринт классическим стилем в рамках первого этапа Кубка мира в финской руке. Одолев титулованного норвежца Йоханнеса Клэба. Российский спортсмен в личном зачете выиграл малый хрустальный глобус Кубка мира среди молодежи. Даже не участвуя в последнем этапе из-за отстранения российской сборной от соревнований. На Олимпиаде 2022 года в Пекине Александр Терентьев, дебютант Олимпийских игр, заявал две бронзовые медали. В личном зачете и командном спринте. После финиша в Сыктывкаре победитель гонки прокомментировал свое выступление журналисту портала чемпионат. Сегодня все получилось. В финале, правда, было очень тяжело, потому что Саня Большунов со старта пошел очень быстро, рассказал Терентьев. В принципе, я этого ожидал, но пришлось чуть раньше включать скорость, чтобы его догнать. Мы в каждой гонке боремся до конца. У меня еще не было золотой медали чемпиона России в личной гонке. Это высокое звание, это очень классно, передает слова Терентьева корреспондент Андрей Шетихин. Глава Федерации лыжных гонок России, главный тренер национальной команды Елена Вяльби, подвела итоги спринтерских гонок свободным стилем, которые прошли в рамках чемпионата России 2022 в Сыктывкаре. Отметив, что победа Терентьева для нее не стала сюрпризом. Он силен в спринте. Василий Хатанзейский по материалам спортивных изданий.